В истории российского государства было немало трагических страниц. Но Великая Отечественная война 1941-1945 годов, самая кровопролитная в истории человечества, оставила особенно глубокий след. В ознаменовании 75-летия победы над фашизмом 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Православная церковь не осталась в стороне от этой знаменательной даты. 28-е международные рождественские образовательные чтения под председательством Святейшего Патриарха Кирилла, прошедшие в январе 2020 года в Москве, были названы Великая Победа, Наследие и Наследники. Международному этапу чтений традиционно предшествовали региональные. В Тольяттинской епархии такой форум прошел впервые. Начался он на территории Тольяттинского государственного университета. Победа в Великой Отечественной войне, как и другие победы нашего народа, они тесно связаны с самой верой и культурой, которую сохраняет наш народ и передает следующим поколениям. Поэтому сегодня сама тема сохранения истории, нашей культуры и веры является актуальной и важной. И здесь Русская Православная Церковь, как хранительница преданий, дает нам возможность еще и еще раз глубоко оценить и нашу силу, и нашу культуру, и нашу веру. Образовательная миссия духовенства, которая сегодня очень ярко представлена, для городского округа Тольятти, безусловно, очень важна. Сегодня мы приобщаем к кровославной культуре в целом культуре жителей города Тольятти. Это глубоко, это нужно. Учительная миссия культуры, это будет очень важна. Сформировалась несколько месяцев тому назад Тальякинская епархия. И вот мы сегодня проводим впервые это очень значимое мероприятие, которое встраивает нас, наш город, нашу юную епархию в эту огромную работу, которая осуществляется всей полнотой Русской Православной Церкви. И, конечно же, всеми образовательными учреждениями, и средними, и высшими, и дополнительного образования, и дошкольными учреждениями в области духовно-нравственного просвещения, развития образования. Цель форума – не просто вспомнить о войне. Сегодня очень важно понять, в каком историческом контексте мы осмысливаем победу, какое значение придаем ей. Мое счастливое детство застало многих участников Великой Отечественной войны. И я помню, как на дверях большого числа квартир и домов вместе с красной звездой на табличке было выгравировано «Здесь живет участник Великой Отечественной войны». И для детского сознания это было местом патриотизма и силы, которую мы черпали от наших предков. Сегодня этих табличек нет. Я вдвойне счастливый человек, потому что оба деда прошли Великую Отечественную войну, остались живыми. Один из них дошел до Берлина. Это самые трогательные моменты моего детства, когда я мог гордиться своими отцами, дедами, прадедами. И понимал, что именно они дали мне жизнь, и эта жизнь наполнена огромной силой и уверенностью в будущее. Конечно, наследие победы заключается не только в материальных ценностях, которые были восстановлены буквально из руин на масштабных послевоенных стройках. В первую очередь, это передача силы, опыта и самого отношения к жизни, горячей любви к Отечеству, народу, к своей семье, которая побуждала идти под пули. Предаем этой победе. Достаточно было взгляда деда, чтобы понять, какой он сильный внутри, мужественный и отважный, который знал, чью страну он защищает и какие ценности за его спиной. Есть замечательное выражение, что можно быть наследниками, а можно вступить в наследство. И быть наследниками и принять это наследство совершенно разные вещи. Я думаю, сегодняшнее наше общение, оно как раз и определит, мы лишь формально принадлежим к поколениям наследников Великой Победы или же мы действительно унаследовали, вступили в это наследство, обогатились той силой, которую имели наши предки. Великая Победа это вот та духовная скрепа, которых у нас немного, одна из тех духовных скреп, которая объединяет наш народ вне зависимости от национальности или религиозной принадлежности. Мы в университете свято чтим память наших отцов, дедов, прадедов и мы проводим торжественный парад силами нашего военного учебного центра. В преддверии 9 мая более 700 наших курсантов и офицеров проходят торжественным маршем перед портретами своих дедов, прадедов. У нас в сквере установлен памятный мемориал, посвященный 75-летию начала Второй мировой войны и столетию начала Первой мировой войны. АПЛОДИСМЕНТЫ И именно по этой скрепе, консолидирующей общество, по нашим, казалось бы, несомненным достижениям и достояниям, наносятся сейчас колоссальные удары. Доклад, посвященный теме фальсификации истории, открыл пленарное заседание. Фальсификация Великой Отечественной войны, она достигла сейчас столь огромных размеров, что во многих учреждениях, образовательных, научных, и не только за рубежом, но и в России, избегают произносить само словосочетание «Великая Отечественная война». Иногда Вторая мировая война, а иногда, увы, это все чаще слышим мы, «нацистско-советская война». Что, оказывается, Великая Отечественная война была лишь одной из частей, и притом не основной, частью Второй мировой войны. Мы слышим сейчас очень горькие слова, которые произносят мировые лидеры. Можно посмотреть, как это выходит в массовую культуру. Буквально в позапрошлом году немецкий телеканал «СДФ» снял целую киноленту большую, около 10 серий, об итогах Второй мировой войны. И вот этот канал стараниями кинематографистов показывает, что советские солдаты-освободители – это каратели, расстреливающие раненых, насилующие женщин. А вот солдаты вермахта – спасители. Они помогают местному советскому населению в период оккупации продуктами, по хозяйству. Советские дети с удовольствием протягивают руку в нацистском приветствии и так далее, и так далее. Вершая, хочется просто вспомнить замечательные слова нашего великого русского историка Василия Оськовича Ключевского, который говорил, что история не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но больно наказывает за невырученные уроки. И если мы утратим свою победу, свою историю, если позволим ее так бесчестно и нагло растаптывать, как это происходит сейчас, то мы можем очень серьезно проиграть. Нам пора учиться, и молодежь должна этому учиться даже быстрее, чем взрослые, потому что вызовы перед нашей страной стоят очень большие, открытые. Фактически стоит вопрос, быть или не быть в нашей стране, потому что без исторической памяти, без крепости нашего стояния, в нашем наследии, в нашей культуре мы справиться не сможем. Сегодня сама историческая наука переживает трансформацию, а потому многие ее базовые ценности также подвергаются изменениям. Существуют и другие проблемы сохранения и актуализации исторической памяти о Великой Отечественной войне. Проблема исторического факта, проблема объяснения и интерпретации, проблема влияния идеологии, проблема истинности знания, вопрос о том вообще правоприемственности исторических исследований, исторических концептов и так далее. С вами вот привидительно к войне, смотрите, мы больше знали с вами об исторической памяти и интерпретации тех иных фактов из уст военачальников. Потом пошла так называемая лейтенантская правда, потом пошла солдатская правда. Но надо честно сказать, что мы многое проигнорировали, да и часто не хотели нам говорить. Вот у меня было 12 родственников, кто участвовал непосредственно в боях в период Великой Отечественной войны, но один тогда погиб под Великой Отечественной войной, но я хочу сказать, что ни один из них особо не делился. И надо сказать, что была такая практика умалчивания вообще ветеранами о рассказах о том, что произошло. С первого дня войны наших солдат хранила молитва о даровании победы. Но в советский период, как известно, роль православной церкви в достижении Великой Победы замалчивалась. И только в 90-е годы стали появляться первые исследования на эту тему. Церковь внесла большой вклад в победу над врагом. Были большие средства, перечисленные 300 миллионов рублей. Но самое большое, конечно, было то, что церковь способствовала преодолению страдания от потери военной. Потому что надо понимать, что миллионы людей погибли, миллионы были в плену. Практически у каждой семьи люди ушли на фронт, и люди пребывали, естественно, в тылу, в невидении многие, где их родственники. Поэтому в церковь пошли люди. Масса людей пришли в церковь в то время. Естественно, что в церковь пошли и денежные средства. Церковь могла и построить танковую колонну, и эскадрилью самолетов. Архиепископ Андрей Комаров, он на свои средства самолет купил для фронта. Были такие священнослужители, которые тоже покупали там танки, самолеты. Каждый город Советского Союза внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. И жители Тольятти, в прошлом Ставрополь, также самоотверженно, не жаляя себя, совершали боевые и трудовые подвиги. В Ставрополье проживало 12 тысяч человек. Ушло на фронт более 2,5 тысячи человек. Мобилизовано было 1349. Но если видите, первые 273, это ушли на фронт самые первые. У нас есть школа, который директор школы со своими учениками, 50 человек, ушли на фронт. 12 из них только вернулись. Кроме этого, мы готовили и ополчение для вооруженных сил, или для Красной Армии. А к 45-му году было всего 2561 человек были подготовлены. Кто это были? Пулеметчики, снайперы, стрелки, даже летчики. Нет, все так. Дальнейшая передача великого наследия победы следующим поколениям во многом зависит от нынешней молодежи. А потому учащиеся и студенты светских и православных учебных заведений города Тольятти тоже приняли участие в рождественских чтениях. Продолжился форум на территории Поволжского православного института. В годы Великой Отечественной войны всеми родины становятся ведущей велики Ахматовы. Лирическая героиня остро чувствует свою общность с жизнью страны, народа. Публицистичность, риторичность их творений усиливается повтором ключевых слов. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покорить никто не заставит. Час мужество пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. После войны время преобладала литература героическая. И начали появляться авторы, скажем так, подпольные, которые начали писать правду. Эта правда была жестокой. Один из таких писателей был Эдуард Кочергин. Еще один фрагмент, я зачитаю вам. Меня этот фрагмент поразил. Среди них можно было увидеть все виды человеческого калечения, которое подарило народу последнее отечественное. Здесь были обрубки, полные, половинные и комбинированные. Костыли у всех видов, правые, левые, полуторные. Тачки, совсем без ноги. Печеные, в танках и самолетах, запекшимися лицами и руками. Просто обожженные, простреленные на вылет с остатком, сувениром в голове, груди и животе. Война разрушила мечты участников, большинство из которых, вместо продолжения учебных, сразу после выпускного отправились на фронт или на работу в Тулу. Но с другой стороны, война послужила толчком для бурного развития советской системы образования. Руководство страны понимало, что в ней нельзя закрывать школы и прекращать обучение. Наоборот, количество школ увеличилось. Педагогика была приспособлена к условиям военного времени. В июле 1943 года, с учетом военной обстановки в стране, вышли постановления СНК СССР и СНК РСФСР о введении раздельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах. Это было обусловлено не только учетом физиологических особенностей, но и потребностями военного времени. 22 июня 1941 года прогрелась страшная весть. Дочалась Великая Отечественная война. Как и весь советский народ, Александр из-за школьных партий не стал стать защитником Отечества. Ходил в военкомат, просил призвать в ряды Красной Армии. И 12 сентября 1942 года был призван в ряды оружейных сил. Свой первый бой он встретил возле реки Ели. Прошедшие в Тольятти и в других городах Самарской митрополии региональные рождественские чтения на тему наследия Великой Победы стали подготовкой для участия епархий в международном форуме и к другим предстоящим мероприятиям. Год, конечно, вместе с Православной Церковью, будет насыщен разными интересными делами. Самый главный, конечно, будет День Победы. И здесь мы тоже принимаем участие. Я надеюсь, что будут и акции интересные, и, как обычно бывают, и крестные ходы, шествия, связанные именно с этим Великим Праздником. Но самое главное уже сделано. Мы сохраняем историю нашего народа, сохраняем имя этой Великой Победы. Это имя в наших сердцах, поэтому не только в год 75-летия, но вообще всегда мы подчеркиваем великое значение победы не только для русского народа, но и для всех народов мира, которые были освобождены от фашистского гнета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова